Матрица представления Дальше сформулируем свойства характера Первое Характеры эквивалентных представлений совпадают У нас есть определение эквивалентных представлений Значит существует такая матрица В Которая все матрицы Д от Ж Приводит к матрицам Т от Ж Другими словами это те же матрицы Только в другом базе При этом я не случайно забыл написать Что В от Ж Нет, я специально не написал В это одна матрица Которая все представление приводит к другому базе Она не меняется Она от Ж не зависит Она одна общая Поэтому давайте напишем Что Хи от Ж Это след Д от Ж по определению А потом по знаком следа Мы переставим циклически эти матрицы Например В минус первую в начало Перенесем Она сократится И все получится Что мы можем с помощью характера Изучать эквивалентные представления Единым образом Как бы один раз Не надо каждое эквивалентное представление Изучать снова Второе свойство такое Характер Есть функция класса сопряженных элементов То есть мы Если А сопряжено Б То и характеры у них равны Ну доказывается почти так же Пишем характер элемента Это Д от Ж на Б на Ж в минус первую Ж это какой-то элемент группы Который служит для сопряжения элементов А и Б Вот так как представление Это гомоморфизм То матрица Которая соответствует произведению трех элементов Это произведение трех матриц каждого элемента А дальше мы второй раз этим пользуемся Так как это гомоморфизм То Д от Ж в минус первую Это Д в минус первую от Ж От обратного элемента Это просто обратная матрица Ну естественно Чтобы единичная матрица получалась Надо умножить на обратную По свойствам группы А теперь в этом следе трех Мы опять переставляем в циклическом порядке Например Д в минус первую начало Они сокращаются И получается что требовалось доказать Итак характер Есть функция класса То есть внутри класса Мы вначале говорили что в принципе может меняться Внутри класса не меняется Константа А между классами по-всякому может случиться Третье свойство Соотношение ортогональности Для того чтобы вывести соотношение ортогональности Надо посмотреть ортогональность Неприводимых представлений Вот эта сложная формула Которую запомнить то трудно Давайте ее упростим То есть возьмем И равное Ж Чтобы от этой матрицы получился след И К равное Л Чтобы от той матрицы тоже получился след Тогда вместо Д и И Станет Хи Для того чтобы это вот взять Положить что-то равное чему-то Можно формально умножить на дельта символ И просимировать повторяющийся индексом То есть мы умножаем на дельта и Ж На дельта КЛ правой части Тогда у нас будет сумма по группе Вместо первого будет Хи Давайте альфа снизу писать Хи альфа от Ж Сопряженная На Хи беттовая от Ж Несопряженная Когда К равное Л взяли Получился опять след, то есть характер А справа получилось Ж делить на альфа Дельта ИК Дельта ЖЛ Дельта Альфа Бета И эти дельты на которые мы умножим Дельта ИЖ Дельта КЛ Вот у нас этих дельта символов 5 штук Сейчас будем упрощать Дельта Силова просто приравнивает индексы Здесь И равняется К А здесь И равняется Ж Значит Ж равняется К Вот эти вместе дают дельта ЖК Эти вместе Ж равняется Л Вот с этим К равняется Л Дельта ЖК опять получается Ну КЖ А теперь эти два сворачиваются И получается Что получается? Получается Н альфа Вы знаете что Из ФСС Не знаю что Дельта И След дельта символа Это тройка Но это потому что пространство трехмерное А в четырехмерном пространстве Была бы четверка След дельта символа А если Н альфа Размерность этого Неприводимого представления То в этом пространстве След равен Н альфа Значит все это вместе равняется Ж На Н альфа Н альфа Дельта Альфа Бета Н альфа сокращается И получается вот такая формула Вот я здесь напишу Это отдельно Ж На дельта Альфа Бета Вот это вот очень важное Соотношение ортогональности Поскольку мы его все время будем использовать Я его введу в кружочек И Немножко подробнее про него расскажу Оно настолько важное Что его Записывают еще в двух других видах Которые где-то Иногда удобнее Поскольку У нас На Это все От одного и того же элемента Эти оба сумножителя Их надо перемножить А потом суммировать По всей группе Что тогда делать Делается так Они же равны Просто внутри одного класса Суммирование По всей группе По всем Или заменяется Суммирование по классам Пусть классы Вот как мы здесь обозначали Вот Сигма Один, сигма два, сигма три Мы пишем Что сумма по классам По сигмакатам ПК Хи альфовая сопряженная От сигмака Хи беттовая Несопряженная От сигмака Равняется Ж На дельта Альфа бета Где ПК Это Порядок Этого класса То есть Вместо того Чтобы писать В этой сумме Много-много раз Одно и то же Слагаемое Пишут Множитель ПК Количество элементов В этом классе Порядок этого класса Ну Просто Это тоже самое Это формула Сами понимаете Чтобы просто Не писать Одинаковые Слагаемые Чуть-чуть Реально По этой формуле Все считают Практически Зачем считать Для каждого элемента Группы Если можно Гораздо меньше Взять Но тогда Надо в этой таблице Обязательно Учитывать Вот Сколько Элементов В этом классе Ну вот это Надо Знаю Это ПК Это вот этот самый вес Ну и теперь Самая главная Практическая формула Которую мы будем До конца семестра Пользоваться Для решения Практически всех задач Которые там Нам встретятся Нужна будет Эта формула Это свойство 4 Предположим Что У нас имеется D от G Которую будем Называть Исходное представление А D альфа От G Это неприводимое Представление И мы хотим Разложить D от G В прямую сумму D альфа От G Мы здесь еще поставим Такие целые числа К альфа Натуральные К альфа Это натуральные числа Которые означают Сколько раз D альфа Входит в это Разложение В прямую сумму Неприводимое представление То есть понимаете Вот мы разложили В прямую сумму Это означает Что мы разом Привели Для всех элементов Группы Матрицы К такому Блочно-диагональному Виду И какие-то блоки Стоят Блоки которые стоят Которые уже никак Ни к чему не приведешь Это неприводимое представление Но один и тот же блок Может несколько раз Встретиться Скажем Вот у нас В примере были Два на два матрицы Вот эти матрицы Могут Три раза встретиться Два на два Два на два И два на два Потом одномерные пошли В разложение Это неприводимое Вот эта к альфа Это сколько раз Одно и то же представление Встретилось Вот Самое интересное Для всяких приложений Насчитать эти к альфа Вот у нас Потом будет, сегодня, кстати, уже начнутся приложения Первое будет сегодня И мы узнаем, что кальф всегда надо Как найти кальфа? Давайте воспользуемся теорией характеров То есть возьмем след правой и левой частей Здесь будет хи от ж Это будет характер исходного представления Равняется Вот тут-то мы увидим, в чем прелесть характера Почему мы взяли след, а не определитель Или не что-нибудь еще Или матрица N, N, N вариантов мы знаем имеется А мы выбрали только один след Вот почему Мы возьмем эту прямую сумму, себе представим Такие клеточки стоят по диагонали Что такое след прямой суммы? Это обычная сумма следов этих матриц Если матрица одинаковая, то на кальфа еще умножается То есть это будет сумма по альфа К альфа Ки альфа в от ж Вот к этому мы стремились Нам надо, чтобы к обычной сумме пришло Поэтому взяли след А теперь, вот если такое разложение Как-то выполнено Как-то каким-то образом Нам надо найти коэффициенты к альфа Ну давайте мы умножим это все Давайте здесь напишем бета, во-первых А потом это умножим на хи альфа в сопряженное И просуммируем по всей группе Получится сумма хи альфа в сопряженное От ж на хи альфа в сопряженное от ж Равняется Сумма по всей ж по всей группе Сумма по бета Ка бета Хи альфа в сопряженное от ж Хи бета в сопряженное от ж Я ничего не сделал, просто переписал А теперь давайте поменяем порядок суммирования И для вот этой суммы хи альфа хи бета Воспользуемся соотношением ортогональности Характеров неприводимых представлений Ну или для краткости говорят Неприводимых характеров Равняется Сумма по бета Ка бета А вот сумма вот эта по всей группе Это ж на дельта альфа бета Порядок группы на дельта символ Теперь благодаря дельта символу И сумма остается одно слагаемое Будет Ка альфа На Ж Все, мы нашли формулу для Ка альфа Ка альфа Равняется Единица на порядок группы Сумма по всей группе Хи Сопряженная альфа В от Ж На Хи от Ж Давайте мы ее тоже в рамочку Поскольку она нам всегда будет нужна Итак, для того, чтобы найти Сколько раз входит неприводимое представление в исходное Надо просто умножить на характер Какого-нибудь неприводимого И просуммировать по всей группе И разделить на порядок группы Все, больше ничего не надо Мы воспользуемся тем, что вот эти вот векторы ортогональны фактически Опять настолько важная формула, что ее тоже можно переписать в другом виде Ну, в том виде, в котором мы переписывали соотношение ортогональности с весами Мы даже и переписывали Но это, понимаете, очевидно, что в этой сумме Если несколько одинаковых слаганок Можно каждый раз их не считать, а просто умножить на кратности Ну, и давайте напишем Полноты равняется единица на g Сумма По сигма к Пк Хи альфа Альфовая сопряженная от сигма к Хи от сигма к Ну, это то же самое, что мы для ортогональности писали Но вот другое мы обозначение Я поведу, которые еще более краткие формулы Все получаются очень красивые Давайте Такими вот треугольными скобками С индексом же большой Обозначим среднее по группе Среднее по группе обозначим Тогда вот эта формула Совсем просто запишется К альфа Равняется Смотрите, что здесь Просто это вот самое след Хи альфа Давайте здесь еще поставим палочку И договоримся, что как в квантовой механике То, что перед палочкой у нас будет комплексно сопряжен Тогда и звездочку ставить не надо Без палочки еще пришлось бы там звездочку Палочка упрощает обозначение Считается, что ее проще писать, чем звездочку Вот, ну здесь надо не забыть Вот это поставить Индекс же Вот А само соотношение ортогональности Пишется так Среднее по группе хи альфа На хи бета Равняется дельта альфа бета Вот Так в этих новых обозначениях Только надо же не забыть Пишется Соотношение ортогональности Формула для коэффициента разложения Очень хорошее и удобное обозначение Для того, чтобы красиво писать формулу А когда мы будем считать Мы все равно перейдем к этим громоздким Неказистым формулам Которые в обычных обозначениях записаны Пункт 2 Неприводимые представления Группы треугольника Ну, а можете даже не писать пункт А писать, что это просто пример Итак, вот у нас группа D3 Сверху у нас таблица представлений есть Давайте Напишем таблицу Характеров неприводимых представлений Характеры Неприводимых представлений Вместо этого Для того, чтобы не писать так вот долго Пишут просто кратко Неприводимые характеры А чтобы это не писать Для некоторых это слишком долго Пишут характеры Просто Поэтому мы напишем таблицу характеров Это неприводимые характеры Это же их характеры Неприводимых представлений Таблица у нас будет 3 на 3 Мы знаем, что всего у группы треугольника Три неприводимых представления Здесь у нас будет стоять Хи-1 Хи-2 И Хи-3 Это характеры Трех неприводимых представлений Здесь будут стоять элементы группы Точнее классы Сигма-1 Которые есть единички Элементы И все Здесь Давайте я так сверху напишу Сигма-1 Сигма-2 равняется R и R в квадрате И здесь Сигма-3 равняется P PR и PR в квадрате То есть У нас есть Три класса В одном классе Вот я нарисовал что-то вроде Педестала почета Там наверху В одном классе У нас только единичные элементы Один элемент В другом классе Два элемента В третьем классе Три элемента Мы их обозначили Сигма-1 Сигма-2 Сигма-3 Совпадение Порядка класса С индексом Сигма Случайное Так вот получилось Не потому что я специально так сделал Хи-1 Хи-2 Хи-3 Это вот те три представления Которые мы построили Два одномерных Одно двумерное Первое одномерное представление Это всегда единичное Договоримся В таком порядке Всегда писать Поэтому первую строчку Всегда можете смело заполнять Единичками Теперь первый Да Давайте я просто сотру И крупно-крупно напишу Так Вот здесь напишу Единичка R и R в квадрате Я просто то же самое Покрупнее А здесь будет P PR И PR в квадрате Это Просто все элементы Класса перечислил Потом мы так не будем Но для первого раза Для изучения Надо Просто знать Что в каком классе Вообще-то нас не интересуют Сами элементы Вопрос только Сколько их Пкатые Пкатые нас интересуют Пкатые будет 1, 2 и 3 Просто Сигма 1, сигма Нато Сигма 3 Я сказал Что 1, 2, 3 Это как раз и есть Пкатые Вот так получилось Случайно В первой строчке Я должен писать Единицы Что в первом столбце В первом столбце Будет стать Размерности Неприводимых представлений Потому что Единичные элементы Всегда Едничные матрицы Представляются Здесь Едничные матрицы 1 на 1 А здесь 2 на 2 Едничные матрицы Вот она здесь написана Я от нее С лет просто посчитал Но всегда здесь Будет И вот сумма квадратов Вот именно этих Равна Порядку группы Теперь Дальше что писать Ну вот смотрим На таблицу Представлений И пишем R, R в квадрате Это единица А здесь минус единица Все P Минус единицы Изображаются Здесь R Там минус 1, 2 Минус 1, 2 R, R в квадрате Стоят Значит минус 1 Кстати заодно Мы проверили свойства Что R Что R в квадрате След будет один и тот же Хотя они вроде матрицы Разные совсем А след получился У них один и тот же Теперь P, PR, PR в квадрате Смотрите Там стоит 0, 0, 0 У всех след 0 Можно По свойству Мы и так знаем Достаточно Одно первое только Вычислить след А у остальных Будет то же самое Давайте Это мы Второе свойство проверили Давайте Третье свойство проверим Ортогональность На этом примере Вот эти две строчки Чтобы они были Ортогональны Надо умножать на веса То есть надо написать 1 Умножить на 1 Плюс 1 умножить на 2 Минус 1 умножить на 3 Вот Вот это вот 1 на минус 1 С весом 3 идет Потому что здесь 3 элемента в классе Это ПК-то и вот эти наши И вот тогда Получится 0 Соответственно Вот второй с третьей проверяем 1 на 2 Минус 1 на 2 Минус 1 на 0 Еще на 3 Вот этого нету А эти сокращаются Я вторую строчку На третью умножу Вот 1 на 2 С весом 1 1 на минус 1 С весом 2 И минус 1 на 0 С весом 3 Тоже 0 получился Ну все Ортогональность Первой с третьей Еще осталось 1 на 2 Минус 1 На 2 Равняется 0 Первая с третьей Тоже ортогональна Квадраты строчек Все равны 6 1 в квадрате Плюс 2 на 1 в квадрате Плюс 3 на 1 в квадрате Равно 6 Ну и здесь то же самое Здесь тоже 6 получится 6 это порядок группы Мы знаем что Всегда будет получаться порядок группы Потому что там в формуле Когда мы выводили А на альфа сократилось Вот Такие свойства У этой самой таблицы Ну Очень красиво так Получается всегда Когда вы эту таблицу находите Вот Ну и здесь же я скажу Общее одно утверждение Замечание Которое состоит в том Что Вообще говоря Конечно же Для произвольной группы Там у которой порядок 10 Там не знаю 54 Группа Фишера Мы не сможем найти Таблицу Неприводимых представлений Или таблицу Неприводимых характеров Но Те группы Небольшого размера Которые встречаются В молекулярной физике В ней для всех Достаточно этих наших Простых соображений Свойств представлений Чтобы все Все найти А для более сложных Групп придется Таблицы смотреть Там Ну не знаю Как скажем Таблица Подстановок Групп Группы из Семи элементов Несколько страниц Текста занимает В книжке Длинные Их надо Насчитывать И использовать И сейчас уже Программы Которые сами Насчитывают Эти таблицы Правда Тоже не очень Больших порядков Группы Сюда же Мы теперь Построим Представление Дэджи Представление Размерности Таким образом Чтобы построить Представление Надо Просто Явно Предъявить Давайте Едничку Обозначим Едничной Матрицей Три на три Один Ноль 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 Один Ноль 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 Один Р Воспользуемся Тем Что Д3 У нас Это то же Самое Что Группа Подстановок Из трех Элементов И Р Тогда Это у нас Должна быть Циклическая Подстановка Давайте Напишем Сделаем Циклическую Подстановку Будет Ноль Один Ноль 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 Один И вот Это Будет У нас Р Представлять А П Это Транспозиция Переставим Первую Вторую Например Строчки Один Ноль 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 Один Ноль А Третью Оставим На месте Вот Если Такие Манипуляции Строчками Едничной Матрицей Проделать Получится Представление Как это Доказать Едничная Матрица Помнит Что мы С ней Сделали Если Мы Взяли Две Строчки Едничной Матрицы Переставили То Сколько Мы Справа Не Подставляли Всяких Столбцов Матриц Всего Чего Угодно На что Она Действует Она Этим Будет Как раз Переставлять Первые Две Строчки Всему На что Действует Она Помнит Что С ней Когда-то Сделали Всегда Поэтому R на R R в квадрате Это будет Две циклические Перестановки Три циклические Это тут Единичку B на P P в квадрате Опять Даст Единичку Эта матрица У такой же Переставит Строчки Снова Вернуться То есть P в квадрате Тоже Осталось Что P в квадрате Равно Еднице Ну Это тоже Легко Показать Вот Возьмем Это самое У Вот Это R Две строчки Переставим Получится 0 0 1 0 1 0 1 0 0 Да Ну Два раза Это сделаем Тоже Получится Еднице Все Мы доказали Что это Представление Это Представление Да Это же Исходное Давайте Посчитаем Его характер Характер Исходного Представления Это будет H Характер Тоже На классах Хоть Приводимый Хоть Неприводимый Все равно Характер Есть функция Класса Всегда Давайте От единичного Элемента Посчитаем Ну Я вписываю Сюда Тройку Если кто Не понял Почему Спросите Я объясню Теперь Давайте R Посчитаем Мы там Все строчки Циклические Переставили Ничего На диагонали Не осталось Тут След будет Равен Нулю А там Где у нас Транспозиция Где две строчки Мы переставили Там След будет Равен Единице Вот у нас Хиаджей Специально написано Снизу Под таблицей Характеров Неприводимых Представлений Сейчас будет Самая интересная Процедура Разложения По неприводимым Я Вот Напомню Что у нас Свойство 4 было Там Формула Обведена В квадратную Рамочку Прямоугольную Такую Что по ней Надо считать Эти коэффициенты Разложения А эти коэффициенты Будут Это представление Трехмерное Обязательно Приводимо Потому что Трехмерного Неприводимого У этой группы Нету Недостаточно Асимметрии У этой группы Чтобы Трехмерные Поэтому Надо разлагать Ну давайте Разлагать К1 Равняется Одна шестая Надо вот эту строчку Умножить на эту Но с весами Три на один Это три Ноль на один Это ноль Один на один Но с весом три К1 Равно единице К2 Одна шестая Пишем Это Средняя по группе Считаем Да Три Плюс ноль Минус три Получился ноль Нечетное представление В разложение Не входит Что мы узнали И К3 Одна шестая Три на два А это ноль И это тоже ноль Все будет единица Ответ Д Отже Равняется Д1 Отже Плюс Д3 Отже Или другими словами Вот Здесь такая матрица Один на один А здесь матрица Два на два Остальные нули Есть базис Где все матрицы Все шесть матриц Представления Вот к такому виду Приводятся Это то ладно Это могли бы и подобрать Но это лучшее Что можно сделать Вот к диагональному виду Скажем Нельзя привести Никаким способом То есть Матрицы Вы многие умеете Приводить к диагональному виду Но чтобы все шесть Сразу Одним преобразованием Никак не приведешь То есть Вот это представление Разлагается На одномерное Едничное представление Д3 Двумерное Неприводимое представление Вот Ради этого все формулы Вот такая простая процедура Если таблица известна Теперь мы эту процедуру Хотя бы на одном примере Проиллюстрировали Знаем Перейдем К приложениям Теории группы Потому что у нас Много-много теорий накопилось Почти за три лекции Надо ее как-то Для чего-то применить Третий пункт Снятие и вырождение Снятие и вырождение То есть Чтобы эти матрицы Перемножать Так же как Элементы группы Те же Нам три свойства Например Р в кубе П в квадрате И ПР в квадрате Всего Дальше Теперь все Дальше Вы только посчитали След этих матриц След единичной матрицы Равен трем След матрицы Р равен нулю Поскольку на диагонали Стоят нули А след этой матрицы Р равен единице А можно конечно Еще ПР проверить Но можно и не проверять Мы свойства доказали Они всегда равны У двух элементов Из одного класса Даже можно не проверять Мы проверяли Предыдущий раз На группе треугольника На неприводимых Итак Снятие и вырождение Квантовой механике Вы решаете Такое уравнение Аж Пси Равняется Е Пси Это уравнение Шьетеньки Растационарное Если у вас Этот самый Оператор Гамильтона С какой-то матрицей Дэджи Коммутирует Ну вот там Вы знаете Что это означает Что можно найти Общие собственные функции Этих двух Коммутирующих Операторов Да Все хорошо Но Если это не просто Какая-то одна Матрица Дэджи А целая группа Матриц И со всеми Коммутирует Это означает Что Гамильтонян имеет Какую-то очень Высокую симметрию То есть это какая-то Очень симметричная Матрица И у нее Возможно Очень высокая Степень вырождения То есть некоторые Собственные значения Е вырождены Н Альфа Степень вырождения Это значит Что в некотором Подпространстве Гамильтониана Все ей одинаковые Это что означает Просто теорема У нас была Среди свойств В прошлый раз Лемма-Шура Была такая О том Что если матрица Коммутируется Всеми матрицами Неприводимого Представления То она диагональна Вот если Дэджи Хоть неприводимое Представление То в этом Подпространстве Анальфа Это размерность Есть такая Диагональная Матрица И какая-то Кратность вырождения Давайте Степень сотрудничаем Что кратность Так чаще говорят Теперь пусть H равняется H0 плюс V Пусть у нас имеется Какое-то возмущение G Это группа Симметрии H0 H Ну не на F Которая подгруппа G Это группа Симметрии V То есть V Возмущение Меньшая степень Симметрии Только какая-то Подгруппа Имеется Ну там Что-то изменили Геометрические условия Была Сферическая симметрия А потом Стала симметрия Куба Какая-нибудь Вместо Изотропного Полностью Простанкубический Кристалл Поместились Тем более Что-нибудь в таком духе Понизили симметрию Что будет С кратностью Вырождения Вообще говоря Менее симметричная Группа имеет Меньше Размерность Неприводимого Представления Ну Всякое может Случиться И надо Как-то Научиться считать Как уменьшится Кратность Вырождения Или говорят Что как Снимется Бывает что Вырождение Снимается полностью Бывает что Вырождение Снимается частично Вот Полностью Или частично Снимется Вырождение Очень важно Не только Для квантовой Механики Сдачи Ну или Там Какой-нибудь Теорию Пругости Там Любое В общем Матфизики Просто В чрезвычайной Важности Задачи Вот Эта Задача Решается С помощью Теории Групп С помощью Всего Одного Правила Которое Мы уже Сформулировали Теперь Только Напишем Кратность Вырождения Это Есть Размерность Неприводимого Представления Вот Такое Правило Это Правило Прошу Записать И запомнить Не знаю Что-то Как-то К нему Привыкнуть Вот Я вот На этот ответ Обращу Ваше Внимание Вот Мы Уже В примере Разложили Какое-то Представление На неприводимое А дальше Я скажем Спрашиваю На экзамене Сдача Заданий Где-нибудь А какая же Все-таки Кратность Вырождения Чего только Мне не говорят Говорят Один И один Здесь коэффициент Один Здесь коэффициент Один Говорят Один и один Два однократных Это неправильно Говорят Один и три Вот это Один и три Индекса Случайно Это тоже Неправильно Правильно Один и два Ответ Одно Однократно Или невырожденное Одно Двукратно Вырожденное Потому что Размерность У этой единицы У этой двойки Вот это Надо всегда Говорить По этому правилу Не надо Говорить Все остальное Кто-нибудь Всегда скажет Совсем не то Давайте Приведем пример То есть Перейдем к следующему Разделу Последнему Который Называется Задача Округлой Мембране Вместо Квантовой Механики Мы более Простую Задачу Возьмем С ФСС Вот у нас Есть Круглая Мембрана С закрепленным Краем Радиус А Колебания Из плоскости Доски Вводящей От От РФИ Это В каждой Точке Отклонения При Р Равном Р А Равно Нулю Это значит Закрепленный Край Такое Граничное Условие Решить надо Волновое Уравнение Вот такое Вот На Блау Дельта У Минус Едница На С В квадрате Д2У По ДТ Дважды Равно Нулю Это волновое Уравнение Двумерная Дельта Двумерный Оператор Лапласа Мы сначала Ищем Колебания Нормальные В виде Е В степени Минус Е Омега Т И у нас Получается Уравнение Гельмгольца Ну Мы с вами Много раз Проходили В прошлом Семестре Дальше У нас еще Две переменные Остались Р и фи Нам надо Разделить Эти переменные Уравняется Р от Р На Фи От Фи Я Спешки Пишу Потому что Мы это Уже много раз Изучали Изучали Если где-то Если вы что-то Забыли Спрашивайте Подставляем Уравнение Получается Р Р штрих Штрих На Р Р Плюс Фи Два штриха На Р в квадрате Фи Плюс К В квадрате Равно Нулю Теперь Мы должны Обвести В овал Что-нибудь Что зависит Только от Одной Перемены Вот я Обвел То что Зависит От Фи Большое И Фи Маленькое И Молча Приравняю К это К минус М В квадрате Почему М целое Я Три раза Объяснял В прошлом Семестре Теперь У нас Осталось Уже только Радиальное Уравнение Вот такое Р Два Штриха Плюс Единица На Р Штрих Плюс К В квадрате Минус М В квадрате На Р В квадрате Р Большое Р Р Нулю А вы Наверное Догадались Что это Уравнение Бесили Р Большое Равняется Дальше Мы все С вами Решим Дальше Нет проблем Радиальное Уравнение Решить Ну вот Тут нас Интересует Другое У нас Имеется Двукратное Вырождение Е в степени Е в степени Е в степени Минус Е в степени Вот эти Вот Видите Они вырождены У них М в квадрате Одно и то же К в квадрате Тоже одно Все Все одинаковое То есть Два колебания Имеют совершенно Одинаковые частоты Собственные Что нам С этим вырождением Делать Вот Давайте Ведем Такой Пси Такой Вектор Слабец Е в степени Мфи Е в степени Минус Мфи Вот Это вот Наша Базис нашего Пространства В котором Вырождение Двукратное Вырождение А А теперь Давайте Мы На Одинаковом Расстоянии От центра Под углом 120 градусов Три дробинки Приклеим К этой Нашей мембране Это будет То самое Малое Возмущение В Мы Под углом 120 градусов Друг к другу На одинаковом Расстоянии От центра Приклеили Три дробинки Одинаковые А симметрия Эта группа Ф наша Понизилась Это уже Группа Треугольника С3В А вовсе Не Ну Д3 А вовсе Не Значит Ф Равняется Д3 Который Есть подгруппа Лишь Нашей группы Ж Которая у нас Была Раньше С2 Группа С2 На ДР Это группа Ортогональных То есть Всякие вращения В плоскости С2 Что-то такое Матрица 2 на 2 Были Все Возможно Любой угол Были Возможны А теперь Вот Осталось Только Вот Вот Давайте Мешего 2 Вот 2 На ДР Вот Вот Подгруппа Всего лишь Осталась ДР Ф Подгруппа Ж Понизилась Симметрия Хуже Стало Должно Сняться Или не Снимется Оно Снимется Ну Кто его знает Надо Как-то Проверить Для того Чтобы Это Проверить Надо Сначала Построить Искодное Представление Искодное Представление Которое Будет Вообще Говоря Приводимым Искодное Представление Устроится Вот На этих Пси На тех Функциях Которые У нас Вот На которых Вырождение Есть Двукратное Вырождение 2 на 2 Будет Все матрицы Искодного Представления Один Это будет Едничная Матрица Всегда Едничная Матрица Действует На такую Функцию Из двух Элементов И Эта же Функция Остается То есть Ни на что Она не Поворачивается А теперь Поворот На угол 120 градусов Как построить Для того Чтобы построить Представление Надо Воспользоваться Такой Формулой Значит Действие Я напишу Действие Элемента Группы На функции Г На Ф От Р Равняется Ф От Ж Минус Первая На Р Что это За формула Такая Формула Будет Всегда Использоваться Для Строительства Таких Представлений Ее Можно Формально Доказывать А можно Проиллюстрировать Такой Картинкой Вот У нас Есть Х Игрик Координаты На плоскости И Вот Такая Гантелька Это Функция И Эта Картинка Означает Что Некоторые Функции Средоточены Вблизи Положительной Аси Х А дальше Она там Практически Равна Нуль Вот Я так Ее Нарисовал График Такой Мы Хотим Эту Функцию Повернуть На 90 Градусов Ну Как Она Повернется Вот Такая Будет Функция Раз Повернули Получилась Функция Средоточенная Вблизи Оси Игрик А Есть И Другой Способ Повернуть Вот Такой Давайте Функцию Оставим На Месте А Саму Систему Координат Повернем Вот Это Будет У Нас Игрик Штрих Это Будет Игрик Штрих Но Систему Координат Надо На Минус 90 Повернуть Чтобы Все Было Правильно Вот Поэтому Я Там Написал Ж Минус Первый Вот По Этой Формуле Мы Будем Строить Представление То есть Р На Пси Равняется Е В Степени И М Фи Минус 2 Пи На 3 Е В Степени Минус Е Минус Минус 2 Пи На 3 А теперь Нам Надо Написать Что Это Некоторая Матрица Которая Действует На Пси Это И будет Представитель Который Поворот Поворот Р Изображает Нашим Представлением Которое Мы Строим Еще Только Что Надо Написать За матрица Она Будет Диагональная Смотрите Ну Здесь Будет Стать Е Степени Минус 2 Пи И М На 3 А Здесь Будет Ставить Е Степени 2 Пи И М На 3 Будет Ставить А Здесь Будет Нули Вот Это Вот И Будет Представитель Р Вот Эта Матрица И Будет Изображать У нас Р И Теперь П Осталось Изобразить П На Пси Равняется Е В степени Минус Мфи Е В степени Мфи Ясно Что Все Зависит От того Откуда Координату Отсчитывать Давайте От грузика Отсчитывать Ну Тогда Переворот Ну И отражение Если Фи На Минус Фи Просто Меняется Если Начало Отсчета Здесь Выбрать То То есть Это Будет Такая Матрица 0 1 1 0 Умноженная На Е В степени Мфи То есть Вот Эта Матрица Изображает Матрица 0 1 1 0 Исходное Представление Построено И Вот Здесь Нарисовать Уголь Максим Наскрывать У себя И Заполняйте В этом Будет Фарактер Словного Представления Кеджи Единичная Матрица 2 На 2 Тут Стоит 2 R Давайте R Посмотрим Какой След Вот Он Мне Тут Может Места Не Хватить Придется Бокс Нарисовать Побольше 2 Косинус 2 П М На 3 Ну А Здесь 0 У Матрицы Которые П Видите На Диагонали Нуля И След 0 Все Все равно Нулю Все Характер Исходного Представления Написан Характер Непреводимых Вот В Этой Таблице Давайте Найдем Коффициенты Разложения К1 Равняется 1 6 2 Умножить На 1 Плюс 2 Косинус Умножить На 2 То 4 Косинуса 2 П М На 3 Ну А 0 Ни на что Не надо Умножать Давайте Найдем К2 Второй Коффициент Разложения Надо Вот Эту Строчку Ну Мысленно Вот Здесь Под Таблицей Напишите У нас На Вторую Строчку Но Поскольку На Третьем Месте 0 То Ничего Не Изменится Будет Ровно То Самое А Тут На Третьем Месте Конечно Минус Единица Но Она Не Важна Поэтому Я не буду Новую Формулу Напишу Только К2 Равно К1 Для них Одинаковая Формула Ну и К3 Осталось Посчитать Третьей Кэффициент Разложения К3 К3 Равняется Одна Шестая Значит 2 Надо Умножить На 2 То есть 4 Минус 4 Косинуса 2 2 2 2 Минус 3 Ну вот У нас Некие Сложные Формулы Появились Давайте Вспомним Со школы Известно Что эти функции Они через Там Три раза По 120 градусов И опять начнут Повторяться Они Периодически Давайте найдем Все значения Которые они Принимают Первую строчку Возьмем М равное Нулю Что будет 2 плюс 4 Разделить на 6 Будет 1 При М равном Нулю Когда М равно Единице Косинус Будет Минус Одна Вторая Тогда Косинус 120 Минус Одна Вторая Если Кто-то Это Забыл К концу Семестра Все Вспомнят Косинус 120 Минус Одна Вторая Здесь Ноль Будет При М равном Единице 240 Градусов У него Такой же Косинус Как у 120 Тоже Минус Одна Вторая И тоже Будет Ноль Поэтому Я напишу Ну не буду 50 М равняется 2 Я напишу М равняется Плюс Минус 1 Вот Ноль Когда М равно Нулю То Единица А когда Плюс Минус Один То Ноль Будет Там Получится Ну Когда Соответственно 2 То Уже Будет Повторяться То же Самое Что Минус Один Вот Все Период Мы Посмотрели И по Этой Формуле Давай Считаем Когда М Равно Нулю То Это Наоборот Ноль Когда М Равно Нулю А Когда М Равно Единице Это Как раз Наоборот Косинус Минус Одна Вторая Плюс Четыре Плюс Два Получается Один Когда М Равно Минус Единице То же Самое Плюс Минус Один Вот Таким Образом Если Что-нибудь Стереть И написать Ответ Ответ Будет Такой Д От же Исходное Представление Равняется Д Д3 От же Если М Равно Нулю Нет Наоборот То же М Равно Плюс Минус Один Плюс Минус Один И Д1 От же Плюс Д2 От же Когда М Равно Нулю Вот Ответ Формальный А теперь Давайте Истолкуем Этот ответ Как-то По физике Дело Сначала Прочитаем По поводу Кратности Вырождения Когда М Азимутальное Число Делится На 3 То у нас Наше представление Двумерное Разлагается На 2 одномерных То есть Вырождение Снимается Когда М Не делится На 3 То Вырождение Остается Вот вам Ответ Видите Он такой Не очень Простой Нельзя Сказать Что всегда Снимается Или всегда Остается А частично Не может Двукратно Сняться Частично Или все Или ничего Вот При одних М так А при других Так Я здесь Напишу Вырождение Снимается Как Понять Глядя на физическую Систему Почему Вырождение Снимается Именно Когда М Делится На 3 Вместо Вот этих Двух Функций Е в степени Мфи Е в степени Минус Мфи Можно Перейти К их Линейным Комбинациям К полусумме И к полуразности Косинус 2П 2МП На 3 Просто нет Косинус Вот так Вот Мфи Косинус Мфи Синус Мфи Вот Вот можно К таким Функциям Перейти Если мы Договорились Отсчитывать Вот от этого Грузика От Фи От нуля Ноль считать Этот грузик То у нас есть Синус И косинус Синус В том месте Где этот грузик Обращается в ноль А косинус Наоборот Максимален То есть Для синуса Для одного колебания Это здесь Узел А для другого Колебания Для косинуса Здесь пучность Самая большая Амплитуда Колебаний Смотрите Смотрите В местах Вот этих Грузиков Когда Ам Делится На три Будет То же самое То есть Для синуса Везде Вот здесь Вот везде Нули А для косинуса Везде Здесь максимум Как раз Поэтому Та мода Которая Синусом Вообще Не будет Возмущаться Она не знает Про то Что там Грузики положили Там нули Там узлы А другая Мода Наоборот Ей придется Поднимать На самую Большую высоту Работу Совершать Энергия Изменится И будет Совсем Другое Собственно Омега Квадрате Сильно изменится Вот почему Произошло Снятие вырождения Когда М делится На три Когда М не делится На три Все эти рассуждения Неправильные Вырождение остается Ничего не снимается Потому что там Все запутывается Нету Ни один Грузик не лежит Ни в узлах Ни в пучностях Вот этой самой То есть один то Грузик лежит Конечно Но остальные Не попадают Когда М не делится На три Вот Этот пример Приложение Теории Характеров Физической ситуации Ну это конечно Очень простой Пример Всего-то Двукратное вырождение Но мы можем И многократное вырождение Их снять И считать И Всегда вот этим самым Методом теории групп Достоинство Стоит в том Что мы нигде не предполагали Что Вот это В Возмущение Мало Когда В мало Мы можем Наше уравнение Швёднигер Решать по теории Возмущения Строить эти ряды Теории возмущения Сами знаете Но когда В не мало Мы уже не знаем Что делать У нас Никаких Никакого аппарата Для этого нет А вот аппарат Теории групп Работает Если эти Грузики Какие-то Становятся огромными В теории возмущения Мы не можем Сами моды найти Конечно Но Кратность в рождении Мы всегда точно найдём Если это Какие-то Электрические поля С какой-то симметрией В кристалле И туда мы помещаем Атом И смотрим Снятие в рождении Так предположим Такие поля Что они этот атом Уже и не зуют А всё равно Теория групп Симметрии И соображения Остают справедливыми Именно поэтому В тех Разделах физики Где Нет теории возмущения Особенно успешно Применялась теория групп Это и квантовая механика И физика твёрдого тела И теория элементарных частиц Вот там Наиболее серьёзные результаты Были получены С помощью Групповых соображений На сегодня всё